По голливудским стандартам, Роберт Паттинсон существует уже целое поколение. Прошло 14 лет с тех пор, как Паттинсон дебютировал на большом экране в фильме Гарри Поттер и Кубок Огня, и чуть меньше 10 лет с тех пор, как он похитил сердца девочек-подростков по всему миру в роли задумчивого вампира Сумеречной саги Эдварда Каллина. С тех пор Паттинсон сделал одну из самых интригующих карьер в Голливуде, продолжая претендовать на сложные и необычные роли в независимых фильмах. Когда стало известно, что Паттинсон возвращается к фильмам крупных франшиз, начав с участия в главной роли в будущем супергероическом фильме Warner Bros. про Бэтмена, интернет чуть ли не взорвался от перспективы увидеть подбородок Паттинсона под маской Темного рыцаря. И пускай были и положительные реакции, большинство фанатов все же были весьма недовольны новостями о кастинге. – Они любят тебя, но это то, что Баттмена. Он может быть измельчен. Оказывается, что твердолобые фанаты Бэтмена были не единственными, кто был взволнованными новостями. В недавнем интервью Variety Паттинсон сказал, что он также был очень расстроен новостями, но по совершенно другой причине. Он сказал, «Когда эта новость утекла, я был в ебучей ярости! Все были очень расстроены. Все в моей команде были в панике. Я думал, что это всё разрушит» Похоже, что когда Variety изначально сообщили о кастинге, сделка о поездке Паттинсона в Готэм была далека от завершения. Фактически, актёр ещё даже не прошёл официальное прослушивание на роль, а переговоры с Warner Bros. с режиссёром фильма Мэттом Ривзом всё ещё продолжались. Причина, по которой Паттинсон был так расстроен, заключалась в том, что он действительно хотел сыграть эту роль и боялся, что любая преждевременная болтовня в интернете может реально отпугнуть Warner Bros. от того, чтобы утвердить его. В тот день, когда появились новости о Бэтмене, Паттинсон обнаружил, что навязчиво ищет своё имя в новостях с ожидаемым текстом. К счастью, Warner Bros. в конечном итоге оставили своё решение относительно Бэтмена, подтвердив, что Паттинсон действительно сыграет рыцаря Готэма в грядущем фильме Ривза. Забавно, что после своего негодования о том, что кто-то слил информацию о его участии в Бэтмене до официальных заявлений, Паттинсон сам случайно выдал спойлер к другому горячо ожидаемому фильму Warner Bros. – Джокеру Тодда Филлипса. Говорят, что во время разговора с Variety Паттинсон произнёс обычный комментарий о звезде Джокера Хоакине Фениксе, прежде чем попросил убрать его из записи, поскольку это явный спойлер к фильму, пусть даже если это и было чем-то весьма незначительным. Актёр признался, что не привык думать о спойлерах во время интервью. Он сказал, Паттинсон может оказаться впечатляющим выбором на роль Брюса Уэйна. Он способен привнести пафос и физичность в одного из самых сложных супергероев, когда-либо созданных. Если вы не верите в это, то просто посмотрите его роли после работы над Сумерками, и вы найдете несколько жемчужин в независимом кино, в которых он участвовал в последнее время, например, научно-фантастический фильм Высшее общество. Ривз и компания пока не давали других новостей о кастинге Бэтмена, съемки которого ещё не начались. Он должен попасть в кинотеатры в июне 2021 года, поэтому нам нужно немного подождать, чтобы увидеть, что Паттинсон привнесет в сложную двойную роль Брюса Уэйна Бэтмена. Мы надеемся, что он доставит всем удовольствие, когда Бэтмен наконец начнет свою детективную деятельность через полтора года. А команда Паттинсона может быть спокойна. Его лицо в ближайшие годы не пропадет с больших экранов. Уже совсем скоро можно будет увидеть его в паре с Уильямом Дефо в Магике Роберта Эггерса и в Короле Дэвида Мишо, который вскоре выйдет на Netflix. Паттинсон также усердно снимается в доводе Кристофера Нолана в данный момент, и этот фильм должен попасть в кинотеатры в следующем году. – Это странно. Я очень рад, что сейчас я делаю фильм Кристофер, потому что у меня есть что-то, что я не боюсь. А в 2020 году Паттинсон появится в тревожно ожидаемой адаптации романа Дональда Рея Поллока «Дьявол навсегда». Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актёров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!